Давайте теперь рассмотрим вот это, которое при каждом сообщении нужно однозначно определить однозначно определить состояние источника, не зная правил кабины то есть, например, такой будет код если вы здесь подправили, здесь тоже поставите то есть, в каждом столбике стоит только одно состояние источника здесь, например, поставим h, здесь мы поставим t и там еще, скажем, здесь уберем и поставим h ну, например, так в каждом столбике здесь стоит только одно состояние источника То есть, такой код определения А-код, в котором для любого M, принадлежащего M, однозначно определяется состояние источника S, однозначно определяется. Состояние S, то есть для любого E, принадлежащего M, то есть для любого E и И, принадлежащего M, значит, R и E и M равняется S, то есть независимо от того, какое здесь выбрано правило кодирования, и фиксированного M всегда будет одно и то же S. То есть, код называется А-кодом с аутентификатором, аутентификатором, аутентификатором. Ну или, основной секретностью, кодами без секретности. Или еще не бывает декартовым кодом. Декартовым кодом. Мы не будем декартовыми, сейчас увидим истостроение декартовым. И будем обозначать. Декартовым кодом, аутентификатором, аутентификатором, аутентификатором. То есть, когда можно всегда представить множество сообщений, которые являются кодом и состоянием источника, состоящих из двух частей. Само состояние источника и добавка аутентификатора. Т.е. код с аутентификатором, 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 могут быть представлены в виде. М будет некоторое подмножество декартового произведения. С. Вот. Наш А. Где А это множество будет аутентификатором. А это множество аутентификатора. Аутентификатором, аутентификатором. Аутентификатором. Для любого S, для любого состояния источника, ну и g от из множества. Правило, кодирование n, равное g от S, имеет вид. Ну, а именно S, A, ну, E, A, переложить к множественному аутентификатору. Ну, и фактически E, S, правило кодирования, оно будет иметь вид. То есть, S в E от S. Где еще только S, это у нас курсия, которая отображает множество состояний источника в множество аутентификатор. Вот, собственно, такое мнение. То есть, код с отцом кассы может быть представлен в таком виде. И фактически это множество, то есть, множество M, это состояний из множества некоторых пар. С, I, A, G. Вот, где S, I принадлежит S, A, G принадлежит A. Многих таких пар. Ну, не обязательно всех. Даже можно сказать, почти всегда не всех. Оно является пар. Ну, и причем, вот эта вторая часть может быть получена в виде функции. То есть, вторая часть получена как функция первой части. Ну, и, соответственно, если в старом понимании отображений мы посмотрим, функция, которая для любого S вычисляет сообщение, она представляется в таком виде, что S остается и вычисляется аутентификатор. Вот. И сейчас, когда мы посмотрим доказательства, это будет одновременно и способ построения. Способ построения по, соответственно, матрице. по матрице, ты приехал. Слоя часть. Это конца, 32. Это дальше скорость. Есть способ построения аутентификатора. Остань. Ось. nem лежит. Ости. Ты его сюда, есть. Жукоблежитет. INA. Так, теперь вот. Восьм Spy всеop時, Ну, таким образом, пусть есть код засекретности, заданный. Ну, в принципе, в матрице кодирования. Заданный табличным заданием или матрицей кодирования. Заданный табличным заданием. Заданный. Заданный. Матрица кодирования. Матрица кодирования. И табличным кодированием. Матрица кодирования. Вот. Ну, обозначим множество. Обозначим. Матрица кодирования. Матрица кодирования. Матрица кодирования. Матрица кодирования. Матрица кодирования. Матрица кодирования. Ну, а максимум. ПС. Ну, это у нас будет максимум. ПС. Ну, это обозначение. Ну, и дальше. Выберем произвольное множество. Состоящее из нюх элементов. Выберем. Чем мы такое произвольное? Конечно, на практике это будут либо числа, либо символы, либо буквы. Выберем множество. Множество. А. 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 Скажем, будущее множество идентификаторов. Которое будет считать в дальнейшем. И по нему строить множество. Будем строить не идентификаторы, а аутентификаторы. Вот. И, совместно. Соответственно. Будем искать теперь множество сообщений. Будем искать множество, новое множество сообщений. Как подможество. Соответственно. С. Как подможество. И давайте попробуем это построить. Положим. Ну, во-первых. Ну, если мы... Ну, от S можно записать в M. Тут содержится у нас M. S. Это какие-то элементы. Это какие-то элементы. Такие. Есть множество состояний стартовок. МН. 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 . Ну, и построим тогда такую фундушку. Е функции, а именно Е, шестой от С. Т.е. в этом упорядоченное множество состояний, которые под разными правильными кодированиями получены. Т.е. С может быть получено не при всех правилах кодирования, а только при кодировании, это по правилам кодирования Е1, это Е2 и так далее, а это Е0s. Е1 и Е0s. Соответственно, мы функцию определяем согласно этому множеству. Т.е. если мы взяли правила кодирования, то у нас закодирован элемент, то есть в старом это был Me2 и Me3. А мы берем теперь эти новые элементы из множества А. И такой хурчин и поставим. Ну и далее... Далее... Построим такие... Это МОТС. Было через... Пусть... МОТС. Это МОТС состояло множество из сообщений при старом отображении. А теперь на другом отображении. АМОТС мы определяем следующим образом. Как S, A, B, S, A, 2 и S, A, S, A, S. Вот определяется это множество таким способом. Где у нас... АМОТС мы определяем... Ну и соответствие. Далее. Определяем. М с чертой. Это у нас будет объединение всех множеств. М с чертой. М с чертой. Как раз и есть. М с чертой. Во-первых, она принадлежит S. Декартовое произведение. Вот по этому Декарту он назывался. Во-первых, принадлежит. Ну и во-вторых, это как раз и есть новое множество кодирование. То есть.. Ну таки можно было. Таким образом поставлено... уступает нам новое множество сообщений сообщений, которые, собственно, есть в другом виде множества сообщений и функция E в чертной отрезе и тогда правило кодирования определяется правило кодирования по выбранному правилу 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 кодирования и E и E тоже у нас выбирается через функцию E на S для по выбранному правилу кодирования ну давайте, чтобы понять это больше попробуем пример поставить вот давайте рассмотрим рассмотрим рассмотрим, соответственно, таким образом у нас есть S, N будет состоять из двух элементов а S, соответственно, M будет состоять из пяти элементов М будет состоять из правил кодирования. М будет состоять даже из шести элементов, а множество сообщений будет состоять из пяти. М будет состоять из шести элементов, а множество сообщений будет состоять из пяти. М будет состоять из пяти. М1, М2, М3, М4, М3, М5, М1, М4, М3, М2 и М1, М5. Матрица кодирована. 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 По второму структуру НУHH НУH 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 ТС НУH НУH Ну, как видите, это ход без скреда Без секретности При любом сообщении однозначно определяется состояние источника Либо ТЕК, либо АК Аутентичность определяется в количестве нулей Чем больше нулей, тем больше вероятность того, что сообщение не подделано Вот, ну, и как вы видите, вот скажем, когда вы рассматривали имя-то вставки Там фактически вот эта имя-то вставка, это эквивалент к количеству нулей, которые существуют Так, ну давайте теперь рассмотрим это множество М от H Вот сейчас от состояния Ну вот, H может быть у нас получено Ну, как с кабличным заданием проще всего А ну, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А1 Значит, когда у нас А, что М1 и М3 И здесь мы возьмем М И здесь у нас присутствуют уже М2 М2 М4 М5 М2 М4 М5 М4 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 М6 М4 М4 М8 М6 М4 Построим номер А. Можно взять А1, А2, А3. Посмотрим теперь. И дальше, и дальше. И дальше мы определяем E, H. Следующим образом. Там может быть логическое μ1 или μ3. Ну, то есть тут определяется номер. То есть тут можно их перелимировать. И, соответственно, 1, 2, а тут 1, 2. Ну, и тогда μ1 от H. У нас получается H. Ну, если с чертой возьмем, то 1 с чертой от H. Это равняется А1. Е2, шестой от H, равняется А2. Вот. Ну, и теперь, соответственно, нам надо А1. А1. Ну, тогда M с H, это с индексом, будет состоять из двух сообщений. А именно А1 и А2. Ну, аналогично это делать опять же. Смотрим. Смотрим. С металл Шеги. МТ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...